Давненько блогеры не встречались с представителями власти. Традиция проводить посиделки с каверзными вопросами возобновлена. И неудивительно, что именно этого молодого чиновника выбрали в качестве нового гостя. Во вторник за чашечкой теплого чая в теплой компании на вопросы обитателей соцсети отвечал зампред Владимир Шарыпов. Вижу здесь все знакомые лица. Активно я пользовался твиттером, начиная с 2009 года, но не как пользователь, а как именно читатель. Поэтому вы мне все знакомы и, значит, соответственно, очень рад я с вами встрече. Полноправным блогером Шарыпов стал недавно с вступлением в новую высокую должность. Признается, не по своей воле. Это инициатива губернатора. Но теперь уже втянулся. Маленькая кофейня едва вместила участников встречи. Всем хотелось задать вопрос. А все потому, что уж очень широка сфера, курируемая Владимиром Шарыповым. Широка и злободневна. ЖКХ, строительство, энергетика, тарифы. И самые больные темы, конечно, транспорт и дороги. Спросили Шарыпово о котельных, беспорядках на рынке такси, Ивановском аэропорте и многострадальной улице станкостроителей. Мы сейчас совместно с Департаментом дорожного хозяйства и управлением благоустройства города Иваново готовим совместно план выполнения ремонтных работ. И после этого уже мы, как правительство Ивановской области, будем знать о том, что у нас там планирует город, какие улицы делать. Постараемся тоже на эту ситуацию влиять. И, конечно, будем стараться иногда город корректировать. Звучали также и в некоторой степени провокационные вопросы. Вы не так давно занимаете свой пост. На своем посту заменили очень известного человека в регионе, господина Фомина. Вот такой вот вопрос, на самом деле, с этим связанный. Ощущаете ли вы, что вас каким-либо образом сравнивают, может быть, подчиненные окружающие с Александром Герновичем? И есть ли у вас стремление, может быть, сделать что-то большее, лучшее, чем в свое время была возможность сделать у Александра Герновича? Спасибо. Вопрос чиновника не смутил. Ну, разве что немного. На своем посту я заменил не Александра Германовича, а заменил я Сергея Юрьевича Тальянова. Руководителем комплекса развития инфраструктуры был именно Сергей Юрьевич. Поэтому, значит, я все-таки не собираюсь себя сравнивать, конечно, ни с Александром Германовичем, ни с Сергеем Юрьевичем. Я постараюсь просто выполнять ту работу, которая мне досталась и, как говорится, в меру своих сил, какой-то там своей сообразительности и навыков руководителя, которые у меня есть. На вопрос, обзавелся ли уже новоиспеченный блогер Шарыпов черным списком для наиболее назойливых юзеров, чиновник ответил, что этой опцией он не пользуется. А иначе это не открытость, а ее видимость. Те вопросы блогеров, на которые зампред ответить не сумел, он пометил для себя на будущее. Шарыпов признался, процесс общения с журналистами или блогерами – это всегда стресс, но при том необходимый атрибут госслужбы. Потому он не против встретиться снова.